служим в общем вы поняли что эта штука очень интересный такой модуль и в отличие от цели энергии там консампшен да то есть максимум на восемьдесят интересно ладно посмотрим потом и интересно то что эти вот как вы видите модуль они мало того что они имеют отрицательных эффектов но у них и положительный только один эффект и он в общем не интересен скоростные модули это вообще бред поверьте скоростные модули это хотя то есть если быстрее производится то энергопотребление снижается получается или же скоростной модуль что дает а он увеличит энергопотребление ну тогда можете забить на скоростные модули это самые бесполезные модули дело в том что скорость ее можно получить поставить дополнительные печки а печки как вы понимаете стоят намного дешевле чем эти сраные модули которые не так уж и много дают вот видите 5 усовершенствованных микросхем а здесь 5 таких то есть уже 25 микросхем каждого типа и плюс еще по 5 по 30 микросхем каждого типа нужно чтобы получить один такой модуль он ул ой ну вот такой модуль они все одинаково делаются но при этом он увеличивает скорость на 30 процентов что это за фигня какой в этом смысл на 30 процентов возможно мы можем еще кучу печек на это наделать и при этом увеличивает энергопотребление на 60 процентов то есть логично было бы энергопотребление увеличить на 30 процентов а так получается что если вы поставите еще одну печку вы получите меньше энергопотребления то есть единственное зачем их можно применять это экономия пространства но блин экономия пространство это не то чтобы я хотел иметь я и так его могу экономить как вы видите у меня тут все экономно расположено все работает отлично в данный момент все работает чисто на исследование также у меня здесь соляр еще аккумуляторы это автоматическая фабрика в которую идут ресурсы к с помощью которых можно как солярки крафтить так и и аккумуляторы и что немаловажно еще и по моему уэппы да вот эти вот подстанции по моему здесь можно крафтить также здесь у меня завод турели где-то был то это завод 3 пэр паков а вот это завод турелек но я тут отключил снабжение шестеренками чтобы он не производил лишние нафиг нужно так вот скоростные модули они абсолютно неэффективные но они требуются для многих крафтов то есть это я так понял разработчики учли что скоростные модули умный человек их не будет строить и они добавили в крафт и например взять тот же щит щит вот 5 спид модули именно а здесь 10 щитов требуется то есть 5 умножить на 10 5 умножить на 10 это 50 логично сталь ну и эффективе те модули также то есть вы видите что продуктиве те модули не требуется также продуктиве те модули нельзя сюда вставить насколько я знаю это знаете а это интересная идея но и вообще то и я читал где то было написано третий 11 целых у меня этих модулей вот сюда попробуем к вставить видите в общем никакой продуктивный модуль нельзя вставить сюда в бикон и маяки это в принципе да для баланса иначе бы вы получали более чем стопроцентный прирост я бы здесь поставил три маяка и и представьте чтобы было еще здесь вокруг маяков по наставил можно было бы не знаю огромное количество ресурсов за энергию получать то есть маяки тратят энергию вы понаставили здесь кругом маяков и у вас куча ресурсов которые получаются тупо из энергии поэтому ну и из этого загрязнения кстати вот загрязнения его особенность и это такой насыщенный выпуск я здесь буду в основном рассказывать кому интересно тому интересно кому не интересно можете переключаться так как чистить они не вижу смысла то есть я по-прежнему использую для этого турельки в основном то есть я выношу участие базы турельками а потом уже когда чувствую свои силы уже сам иду кайте в общем кайтить это значит там вот это турельками их выманивать на турельки а потом опять нападать бегать и так далее вот я жду не дождусь второй силовой брони только потому что туда можно будет больше засунуть модулей и меня больше всего интересует экзоскелет он позволяет быстрее бегать как ни странно это очень хорошо мне это нравится представьте бегать со скоростью езды автомобиля это мечта наверное каждого ну кроме там не знаю чего-то еще да что еще насчет эффективности до насчет эффективности еще одна штука дело в том что вы думаете почему столько ресурса у меня работает на меди две шахты то есть только две шахты с тремя в каждой по три апгрейда то есть 45 процентов получается прирост ресурсов с каждой шахты потом они идут в печке и здесь еще 30 процентный прирост ресурсов и потом они идут например сюда в шестеренки ну здесь другой апгрейд ну допустим здесь третий уровень апгрейда и здесь и еще идет 30 процентный прирост ресурсов и и представьте это уже вместе получается 45 плюс 300 плюс 30 45 плюс 60 это 105 процентов то есть мы уже получили в два раза больше продукта шестеренок чем было у нас изначально но у нас было менте но допустим что железо и и чем более продвинутые вещи вы крафтите тем более вам выгодно крафтить их вот в чем прикол продуктивити модули это просто канхветка такая сетка идет кстати здесь я как видите убрал забор здесь у меня море и и я отгородился если собираетесь выбрать место для базы то выбирайте где-нибудь чтобы можно было отгородиться и рядом были какие-то водные просторы так как через них монстры не бегают и они такие себе непроницаемые стены в помощь вам также как вы видите загрязнения здесь но здесь на нас не нападают то есть они нападали но теперь уже не нападают и так как здесь загрязнения намного меньше то есть мобам мало нападает следовательно вы строите большой периметр и безнаказанно можете гадить среду в центре этого периметра загаживать окружающую среду и так далее это тоже очень хорошо у меня также тут ну да логистические роботы я вам про них рассказал про что я еще не рассказал про поезда также рассказал также тут у меня перекресток ну мало ли то есть я здесь такой расширил вокзальчик и здесь перекресток то есть это туда идет железная дорога она идет через периметр еще один который я построил здесь я не знаю зачем я пушки оставил нужно их убрать ага вот видите на форпост напали но он быстро избавляется от нападающих то есть достаточно на определенном расстоянии форпосты строите все не надо обязательно такой периметр строить периметр это так чтобы вообще ни один кусака не пробежал а в основном строить аванпосты и типа кусаки будут на них агриться если рядом пробегают тем самым избавляю от нашествия на ваши базы кроме того они не строят новые базы возле ваших строений ну это на самом то деле очень хорошо это позволяет расставить вот например вышек и уже возле вышки в определенном радиусе они не будут строить свои спавнеры и так далее вот как я говорил тут нет 3 шахты меди ну да ладно 3 так 3 3 или 2 какая разница но вы видите сколько уже здесь ресурсов идет и сколько там ресурсов то есть там их огромное количество то же самое я думаю можно сделать и с углем но только так как уголь никак не обрабатывается с ним тут прирост только на 45 процентов можно увеличить поэтому я правильно сделал что перешел на чистую энергию электростанции я естественно буду строить где нибудь в центре этой территории моей то есть те которые на угле токаться я это буду строить не знаю зачем вообще то я перестану во первых делать солнечные панели ставить нахрен они мне нужны то есть у меня есть зона в которой я могу спокойно гадить очень сильно гадить насчет кусак и загрязнения то есть кусаки как вы видите здесь у них базы только начинают строится вот видите одна база это я разведывал радаром и так бегал и в чем закономерность то есть как видите там где загрязнения уже давно причем там базы очень сильно растут то есть если база находится в загрязнении то она как грибы растет кстати очень большая база нужно будет ее размочить вот видите тем что они увеличиваются эти базы они поглощают загрязнения следовательно чем больше ты загрязнения сделал тем больше будет вас этих сраных и тем больше они будут расти я не знаю вообще-то все красным заполнится если вы долго будете на одном месте стоять но мне плевать я их могу выносить турельки мало теряются хотя не очень это хорошо на самом-то деле мне это не нравится ну и в общем базы поглощают загрязнения я не знаю стоит ли эти базы уничтожать то есть большие базы похоже видите постоянно поглощают загрязнения а когда они будут расти то есть будут ли они вообще расти и какая закономерность в этом возможно стоит их оставить пусть они поглощают загрязнения сраны о еще еще куча ну да ладно и это мир в котором изначально баз этих спавнеров выставлена нам мало то есть я уменьшил я предполагал что что то подобное будет вот видите квадратики открываться карты потихонечку для этого радары тоже полезны вот как вы видите вот так вот выглядит сальтом но я без альта все строю здесь снабжение всеми бутылочками есть мне хватает в принципе трех лабораторий я никуда не спешу и да дробовик хороший дроны отвратительные они во первых живут вне зависимости от того убьют их или нет ограниченное количество времени во вторых они как гранаты то есть их кинул и они на том же месте будут висеть это говно и я их не буду использовать потому что они очень дорогие ну посмотрите то есть четыре таких а они из железа и бронебойных магазинов крафтятся то есть ну это ужас просто кто их вообще будет крафтить с балансом в этом плане очень плохо но тем не менее вручную одолеть кусак я не пред мне не представляется возможным пока что для этого нужна улучшенная силовая броня в которой больше слотов то есть кроме реактора можно приличное количество всяких вещей засунуть но это будет потом я вот здесь себе такие проходики сделал машины что еще я могу вам рассказать фух также также игре не хватает некоторых вещей то есть здесь она практически идеально но я считаю не хватает чего то серьезного то есть во первых разнообразие врагов то есть три вид до врагов и все они одинаковы практически только кусаться сильнее хотелось бы каких то летающих юнитов но которые естественно не будут на вас нападать то есть они будут как то генерится и из них будут выпадать какие то ништяки но ништяки какие то это в общем которые не обязательно нужны то есть какие то бонусы типа телепорта на короткие расстояния ну типа собрал ништяков и скрафтил этот сраный телепорт или же возможность там летать чтобы кусаки не могли тебя достать также что еще чего не хватает не хватает каких то серьезных построек то есть какого то дом чтобы можно было построить ну как бы фабрика это фабрика ну это же фабрика и наконец то последняя то есть что это за технология я узнал она типа да эта технология называется то есть если ты хочешь закончить игру то ты ее строишь но я на самом то деле не знаю какой в этом смысл то есть если хочешь закончить игру тупо прийди на базу к кусакам они тебя убьют и ты закончишь игру но это типа победа то есть как дракона края убить в майнкрафте так здесь ракетная оборона ну наверное продолжить игру после этого нельзя ну и в общем то вот эти вот технологии они-то заканчиваются и что дальше то есть дальше важная часть игры она уходит из игры собственно тавтология ну да ладно важная часть уходит из игры и все это фигня какая-то то есть такого не должно должна быть какая-то альтернатива хотя бы применение бутылочкам для того чтобы люди как бы не забрасывали вот это вот взяли в лаборатории нафиг удалили то же самое с начальными то есть угольные угольные предметы здесь намного хуже вот как вы видите например манипулятор угольный он потребляет энергией 180 ватт а электрический 12 ватт то есть вы видите разницу какой смысл угольный использовать при этом также эти ну хотя вот знаете вот эти вот паровые двигатели они у них преимущества есть то есть они во первых маленькие то есть солярок нужно для них больше места для производства единицы энергии определенной чем для паровых каталов этих также что еще какие у них еще преимущества они дают много энергии ну и недостатки это то что им требуется уголь и то что они загрязняют окружающую среду по мне так солнечная энергия гораздо лучше но но в принципе то уголь имеет место тут быть но манипуляторы печки угольные то есть у них нету преимуществ угольных печек они точно такие же как электрические то есть они не мощнее на них апгрейды по моему нельзя по поставить то же самое с бурами и еще конечно же электрический бур почему нет улучшенного какого то электрического бура странно так вот хотелось бы каких то модульных строений в этой игре то есть какие то не знаю дома или не знаю какую то пирамиду построить чего то декоративного что ли потому что нечего делать по идее ну бороться с кусаками которые тем не менее игрушка очень интересная то есть опять же вы можете бороться с кусаками вы можете строить все более и более разветвленную и развитую сеть оборонных и производственных комплексов также есть такие любопытные штуки которые редко в играх встречаются как радар но несмотря на все это игра не получила особого распространения к сожалению но они набрали как то деньги там но нету как таковых летсплеев по ней нету несмотря на то что даже есть канал разработчика на ютубе хотя в описании скорее всего я его вам ссылку оставлю также на сайт и ну да на сайт и на канал youtube разработчика разработчиков они кажется чехи или кто то еще вот видите сколько идет здесь этих пластинок и это все с трех вот как видите отсюда вообще ничего уже не идет то есть это с тех трех шахточек нормально нормально да ну и пожалуй эта серия подходит к концу то есть я все что нужно рассказал показал сказал как можно было бы улучшить игру как бы я ее улучшил ну что еще пассажирский поезд пожалуй не нужно делать в этой игре пассажир будет в нем всего один по любому а садиться можно и в кабинку поезда меня очень радуют вот конвейеры на самом-то деле быстрые конвейеры имеет смысл использовать если у вас уж очень очень быстрая производственная цепочка но скорее для доставки ресурсов то есть конвейеры имеет смысл быстро ставить вместо железнодорожных путей как я уже сказал для того чтобы выкачать ресурсы откуда-то поставить кучу добывающих установок но мне в этом смысла нету вообще железная дорога я не знаю зачем я ее здесь построил то есть она как вы видите тянется не так уж и далеко но при этом она защищена то есть преимущество железной дороги в том что ее обычно мобы не бомбят кусаки ее не грызут ну по умолчанию как и эти вышки как вы наверное заметили здесь же все снабжено электричеством и кусаки не нападают на то что на них первым не напад не напала они стремятся уничтожить источники загрязнения то есть вот эти вот места и вот эти и мою базу естественно а так как вот эти вот штуки не вырабатывают полюшина то у них низкий приоритет и можно электри электризовать все что угодно не боясь что это все разбомбят и с вами был парадигм это был очередная серия такая обозрительная серия летсплея по факторию всем пока до следующих серий